Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Отвечать ли на критику церкви или лучше промолчать? Ведь интернет — такое пространство, где, как и в природе, пустота невозможна. Природа не терпит пустоты, едва плотные стенки, за которыми вакуум будут хотя бы чуть-чуть повреждены, тотчас хлынет в прежний вакуум, окружающий воздух, какой он не есть. Интернет, как возможность коммуникации, СМИ, как неизбежность какого-то доставления новостей и размышлений людей друг другу существует. Общество людей, иногда и многочисленные, также предоставляют возможность что-либо заявлять. Потому сказать, что надлежит нам оставить безнаказанно хулить войско Бога Живаго, это было бы по-христиански совсем нельзя. Вспомним царя Давида, пришедшего совсем не в воинских доспехах в стан, где врагам, филистимленам, противостояли его отец и братья старшие. Пришел он просто с провиантом, но услышал, что гигант филистимленен, Голиаф, уже в течение 39 дней выходит и безнаказанно поносит войско Бога Живаго, сказал, что это не может так продолжаться. Почему? Потому что нет у Бога такой воли, чтобы безнаказанно совершалось святотатство и богохульство. Хоть не сказано, что он впрямую хулил Бога, но хулил войско Бога Живаго. А это в нашем случае Церковь Православная, конечно же, является таковым собранием, сообществом верных. Что сделал царь Давид будущий, нынешний отрок светлый? Помня о том, что вступал он в неравный бой даже со львом, похищавшим овечку из стада им охраняемого, и оставался победителем с Божьей помощью бесстрашно, бежал за львом и отнимал казавшуюся уже надежной добычу, врывая ее из зубов хищника с Божьей помощью. Потому и сейчас, вдохновленным этим воспоминанием, хоть и не оказавшись способным носить воинские латы, он вооружается всего лишь камнями и оказывается победителем над превосходящим во много раз силами противником. Так и нам непросто в защиту Церкви свидетельствовать, когда слышны тявканье и на священнослужителей, и на предстоятеля, и на рядовых христиан, то дело их торжества, конечно же, очень хрупкое, потому что против рожна совершается, против того Божьего благоволения, не чтобы от сынов человеческих словословие, а не срамословие, восходило к Господу, и великим благоговением окружена была Церковь Его. Любители наводить порядок в Церкви или ставить Церковь на место, Церковь как сообщество верных, подвергая наговорам или критике, доказуемой или мнимой. Все это действия пузырей, восходящих с адского дна. Души, разжигаемые собственным грехом, гордыней своей стараются оправдать собственное безбожие, иногда прикрываемое каким-то особым богопочитанием, но мы об этом знаем. Еще из слов Господа, вот придет час, когда приходит время, когда и убивающие вас будут думать или представлять себя служащими Богу таким образом, а не только злословящие. Все это, конечно же, для чада Церкви является той грязью, против которой надлежит ему и молитвой вооружаться, и словом также не пренебрегать. Мы читаем наставление Анна Златоуста, который, конечно же, выразился, ну, скажем, нетрадиционно, призывая христиан, если они услышат, как хулиться церковь, не сдерживать руки своей от заушения, то есть напечатлеть и пощечину или удар по устам тому, кто оскверняет свои собственные уста и слух людей злословием. Не думаем, что это общий порядок, скорее это указание на то негодование, которое надлежит иметь христианину, и указание на то, что святитель Филарет Московский выразил словами «гнушаться», надлежит как от гнусного отгребаться от того, что как раз сквернит словесно Церковь Божью или самое имя Господне. Но это гнушение, оно как раз проявляется в случае нашей невозможности что-либо противопоставить удалением от злословящих, а в случае нашей способности поставить на место, как Господь давал примеры, как апостолы действовали в духе Господнем, обличая и безумцев, и безрассудных хулителей. Апостол говорит, что надлежит не только сопротивляться, но и, напротив, благословлять. Не приобщайтесь с делом бесплодным тьмы, но по очи обличайте и отвечайте на злохуление благословением. Значит, не теряя мирного духа, тем не менее, умейте и обличающих обличить, умейте прославить имя Господне. Но для этого, конечно же, нужно быть вооруженным и какой-то словесной силой и оружием. И наша общая беда нашего времени в отсутствии догматического сознания у наших соотечественников, оно начинается с минимального вероучительного образования. Раньше это было неизбежной составляющей всякого образования. А теперь это образование прекрасно в кавычках обходится без вероучительных предметов. И поэтому, и становясь христианином, и исполняясь уже каких-то и внутренних, и внешних порядков благочестия, христианин остается современный, какой-то бессловесный, способный к ответу перед лицом всех тех, кто недобрыми словами уничижает воинство Бога Живаго. Будем учиться и сопротивляться злословию. И помня о том, что эти понятийные и эти умные пространства, и зрительные, и звучные пространства, средств массовой информации, нужно заполнять контентом противоположным тому злу, которое там приумножается. Для этого нужно и становиться профессиональным человеком во многих профессиях, связанных с вещанием, с организацией передач, с словесным служением, с педагогикой, с образованием. К этому всему призваны христиане, не быть только бессловесными укорителями богохольников, но и созидать дело просвещения. В этом природа церкви, миссия просвещения, она должна словесно оформлять через уста современников свой свет, свет Божий, который призван просветить всякого человека, грядущего в мир. Но это требует навыка, это требует опыта, это требует подготовки. Потому надлежит отвечать злословящим, но отвечать грамотно, основательно, сильно и в духе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok